Добрый день! В этом видео мы рассмотрим шестую главоломку истерии Mojo Magical Puzzle Pyramid. В ней больше всего элементов, она должна дольше всех собираться, но она как раз наименее оригинальная из всех. Называется Triangle Pyraminx. Название вроде бы новое, но у фирм конкурентов есть аналоги. Более ранний аналог это Duomo Cube от Chii и Magic Tower от Sengso. Это абсолютно идентичные по сборке головоломки. Форма элементов разная, но функциональное их назначение одинаковое. Если вы умеете собирать хотя бы одну из них, то соберете все три. Для тех, кто не знаком с подобными головоломками, я поясню. Triangle Pyraminx является модификацией классической пирамидки. В нее отсутствуют тривиальные уголки и есть дополнительные элементы, которым как раз являются вот эти одноцветные центры. Получается, что в процессе сборки мы лишаемся необходимости ориентировать уголки и добавляется еще один этап, а именно сборка центров. До сборки центров Triangle Pyraminx собирается как обычная пирамидка. Те, кто знаком с классической пирамидкой, попробуйте выполнить этот этап самостоятельно. Для всех остальных я сейчас вкратце поясню, как это работает. Подробное обучающее видео по классической пирамидке можно найти по ссылке в описании. Здесь я покажу основные моменты. Первым делом нужно повернуть вот эти тривиальные уголки так, чтобы вот эти цвета совпадали. Это делается интуитивно и легко. Нужно повернуть четыре уголка, возможно меньше, если они не все перемешаны. Далее, если мы начинаем сборку с красного цвета, нужно найти три красных уголка, к примеру, один, второй, третий. У всех этих уголков есть красная сторона. А значит, грань, которая у нас оказалась в руках, если мы положим пальцы на эти уголки, должна иметь красный цвет. И именно в эту сторону нужно повернуть все центральные элементы красным цветом. Центральные элементы мы называем вот этот большой элемент, у которого есть три цвета, который находится непосредственно под уголком. Во время сборки кажется, что это отдельные элементы, но на самом деле это один большой. Именно их нужно повернуть вместе с уголками на одну грань. Может получиться какая-то такая картина, но нам достаточно вот такой трехконечной звезды. Положение вот этих ребер нам сейчас не важно. Также вместо трех красных уголков можно найти один уголок без красного цвета. Расположить его сзади, тогда на грани, которая будет перед нами, должен находиться красный цвет. Просто поворачиваем все центральные элементы красным цветом на себя. На триангл пираминкс у нас нет необходимости поворачивать тривиальные уголки. Вот этот угловой элемент, он объединяет все функции маленьких уголков и центральных элементов. Мы будем называть их просто углами. Находим три угла с розовым цветом, которые здесь вместо красного. Один, второй, третий. На этой грани будет располагаться розовый цвет. Либо находим один уголок, у которого розового цвета нет, располагаем его сзади. Тогда на грани перед нами должен быть розовый цвет. Просто вращаем уголки до тех пор, пока не появится розовый. Получается вот такая картина. Цвет вот этого центрального элемента нам пока безразличен. Вот это равносильные ситуации. Здесь более красивый. Здесь просто три уголка, повернутые в одну сторону. Дальше необходимо собрать красные ребра. Располагаем красную грань снизу. Находим на верхнем слое ребра с красным цветом. Помимо красного цвета есть еще один. Этот цвет нужно совместить с цветом вот этим уголка и центрального элемента. Желтый и желтым совпадает. А значит, место вот этого желто-красного ребра будет находиться здесь. Но оно и очевидно. Желто-красное, желто-красное. И между ними тоже должно быть что-то желто-красное. Как раз вот такое ребро. Определяем. Вот по этим цветам они совпадают. Значит, положение правильное. Поднимаем правый уголок с местом, где должно это ребро стоять. Вставляем туда ребро и опускаем правый уголок. В этом случае у нас нужное ребро располагалось слева и мы поднимали уголок правый. Тот, который напротив. Рассмотрим еще одну ситуацию. Зелено-красный уголок. Здесь цвета не совпадают. Красный не должен смотреть на нас. Перехватываем пирамидку. Смотрим. Здесь зеленый цвет совпадает. Зелено-красное ребро располагается справа. Значит, мы левым уголком поднимаем место, где должно стоять это ребро. Вставляем туда ребро и опускаем. Все хорошо. Ищем дальше. Находим сине-красное ребро. Располагаем так, чтобы синий цвет совпадал вот с этим синим. Ребро находится слева. Значит, поднимаем с правой стороны. Вставляем ребро. Опускаем. Первый слой собран. В случае, если на верхнем слое нет ребро с красным цветом, а внизу мы видим, что красного цвета недостаточно и не все ребра на своем месте, скорее всего, ребро с красным цветом находится снизу, но неправильной стороной. Чтобы его отсюда извлечь, нужно сделать пиф-паф. Пиф-паф на пирамидке делается следующим образом. Мы опускаем правый уголок, опускаем левый уголок, поднимаем правый уголок, поднимаем левый уголок. Четыре хода. Эти четыре хода позволяют нам поднять красное ребро на верхний слой. Далее мы поступаем с ним так же, как обычно. Совмещаем синий цвет с синим, поднимаем место, вставляем ребро, опускаем. Также в некоторых случаях удобно именно пиф-пафом перемещать ребра с верхнего слоя на нижний. К примеру, мы точно знаем, что синий-красное ребро должно находиться вот здесь. Если ребро справа и красным цветом смотрит на нас, мы можем сделать правый пиф-паф. Опускаем правый уголок, опускаем левый, поднимаем правый, поднимаем левый. Применять это не обязательно, но можно. Зеркальная ситуация, если ребро, которое нужно переместить вот сюда, красным цветом смотрит на нас и располагается слева. Мы можем, конечно, его переместить вот сюда и поместить на место стандартным способом. Но можем и отсюда сделать пиф-паф, но на этот раз левый. Левый пиф-паф выполняется точно так же, как и правый, но первый ход будет с левой стороны. Опускаем левую сторону, опускаем правую, поднимаем, поднимаем и красная грань собрана. Выполним все то же самое на трианглу пираминкс. Розовую грань опускаем вниз и находим наверху ребра с розовым цветом. Ну вот бежево-розовое ребро. Здесь цвета не совпадают. Перехватываем, поворачиваем. Здесь цвета не совпадают. Еще перехватываем, поворачиваем. Здесь бежевый с бежевым совпадает. Здесь, значит, место этого ребра. Поднимаем с другой стороны, вставляем ребро, опускаем. Видим, что встало на свое место. Находим следующее розовое. Вот оно, зелено-розовое. Поворачиваем. Здесь цвета не совпадают. Перехватываем. Здесь цвета совпадают. Ребро располагается слева, значит, поднимаем правым уголком, вставляем ребро, опускаем на своем месте. Ищем следующее. Ну вот здесь розово-синее. Поворачиваем. Синие цвета совпадают. Устанавливаем на место. Первый свой собран. На то, что здесь не розовый центр, пока внимания не обращаем. На верхнем слое возможно всего несколько ситуаций. Мы рассмотрим их все. Для того, чтобы их определить, нужно сначала цвет вот этих элементов совместить с цветами вот этих. Ну или просто с цветами первого слоя на этой грани. Зеленый цвет с синим не совпадает. Поворачиваем вверх. Теперь синий с синим совпадает. И на каждой грани желтый с желтым, зеленый с зеленым. Теперь можно определять ситуацию. Если вы не сделаете так, чтобы цвета здесь совпадали, то вы не сможете определить случай. По крайней мере тем способом, который я сейчас рассказываю. Обращаем внимание на ребра верхнего слоя. Мы видим, что здесь синий цвет не совпадает с зеленым, а желтый цвет совпадает. Дальше. Зеленый цвет не совпадает с желтым, а синий совпадает. У третьего ребра зеленый цвет с синим не совпадает, и желтый цвет с зеленым тоже не совпадает. В этой ситуации у нас одно ребро не совпадает ни с одной гранью, а два других совпадают с одной, но не совпадает с другой. В этой ситуации мы должны расположить ребро, которое совсем неправильное, сзади. Перед нами будет одно ребро, которое на передней грани совпадает по цвету, а второе не совпадает. В этом случае мы должны сделать пив-паф, но пив-паф с той стороны, где неправильное ребро. Неправильным считается то, которое не совпадает по цвету с передней гранью. В данном случае это правое. Напомню, что сзади стоит ребро, которое не совпадает ни с одной гранью. Делаем пиф-паф. Ребро справа неправильное, значит пиф-паф справа. Выполнили пиф-паф. Видим, что красное ребро поднялось. Поворачиваем его так, чтобы цвета совпали. И устанавливаем на место точно так же, как при сборке первого слоя. Пирамидка собрана. Закрепим. Сначала нужно совместить цвета вот этих элементов с этими. Далее найти ребро, которое не совпадает ни с одной гранью. При этом оно должно быть единственным. Два остальных должны совпадать частично. Располагаем полностью неправильное ребро сзади. Далее смотрим на переднюю грань. То ребро, которое на передней грани не совпадает по цвету, мы с него начинаем делать пиф-паф. Ребро справа, значит делаем пиф-паф справа. Наверх поднимается красное ребро. Его мы перемещаем так, чтобы цвета совпадали. И просто устанавливаем на место, так же, как при сборке первого слоя. Вот аналогичная ситуация. Ребро совпадает частично. Это не совпадает полностью. Это совпадает частично. То ребро, которое не совпадает полностью, располагаем сзади. Теперь мы видим, что на передней грани неправильное ребро располагается слева. С левой стороны начинаем делать пиф-паф. Опускаем левое. Опускаем правое. Поднимаем. Поднимаем. Видим опять красное ребро. Отводим в сторону, так чтобы совпадали желтые цвета. И устанавливаем на место, как при сборке первого слоя. Таким образом, мы рассмотрели первые две ситуации. Посмотрим, как они выглядят на Триангл Пирамикс. Для начала, мы должны совместить цвета уголков на каждой грани. Здесь синий, здесь зеленый. Цвета не совпадают, значит поворачиваем. Бежевый, зеленый. Не совпадают. Зеленый, зеленый. Ну и на остальных гранях все цвета будут совпадать. Далее начинаем определять ситуацию. Мы должны ориентироваться на совпадение цветов этого ребра именно вот с этими уголками. Зеленый цвет совпадает, бежевый нет. Синий, зеленый не совпадает, бежевый совпадает. И два цвета не совпадают. Как раз та самая ситуация. Совсем неправильное ребро располагаем сзади. Смотрим на переднюю грани. На цвет центра внимания не обращаем. На передней грани вот это ребро не совпадает по цвету вот с этими уголками. Значит, именно с него начинаем делать пиф-паф. Правый пиф-паф. Находим розовое ребро на верхнем слое. Отводим его в сторону так, чтобы вот эти цвета совпадали. Поднимаем место. Вставляем. Опускаем. Так же, как при сборке первого слоя. Ребра собраны. Центра еще нет, но ребра стоят на своих местах и в правильной ориентации. Ну и зеркальная ситуация. Ребро совпадает частично. Здесь тоже частично. Это полностью не совпадает по цветам с уголками. Располагаем его сзади. На передней грани вот это ребро неправильное. С него начинаем делать пиф-паф. Опускаем слева. Опускаем справа. Поднимаем. Поднимаем. Ребро с розовым цветом. Отводим в сторону. Поднимаем место. Отставляем. Опускаем. Так же, как при сборке первого слоя. Ребра собраны. Центра опять же и нет. Следующая ситуация очень проста в определении. Одно ребро полностью совпадает и стоит на своем месте. Два других стоят на своих местах, но развернуты неправильно. То есть два ребра развернуты на своих местах. А одно полностью совпадает по всем цветам. В этом случае мы сначала делаем правый пиф-паф. Получается сверху опять же красное ребро. По идее мы должны были бы его отвести сюда, так чтобы совпадали цвета. Но мы этого делать не будем. Мы отведем это ребро назад. Вот сюда. Дальше мы также поднимем левый уголок. Вставим туда ребро. И опустим. Просто загоняем ребро не через правый слот, а через задний. Закрепим. Правильное ребро стоит сзади. Два развернутых ребра перед нами. Делаем правый пиф-паф. Отводим ребро назад. Поднимаем слот, где должно стоять ребро. Вставляем ребро. И опускаем. Все собрано. Ну и аналогичная ситуация на трианглу пираминкс. Вот это ребро стоит на своем месте. Совпадает по цветам. Вот эти два развернуты на своих местах. На центре внимания не обращаем. Делаем правый пиф-паф. Розовое ребро. Отводим назад. Поднимаем место, где должно оно стоять. Вставляем туда ребро. И опускаем. Ребра собраны. Еще одна ситуация, которую легко определить. Если у нас совпадают цвета вот этих элементов с нижним слоем. И на каждой грани вот такие вот глаза, не совпадающих ребер. То здесь выполняется достаточно простой и нехитрый алгоритм. Мы попеременно будем опускать и поднимать правый уголок. А верхний слой будем вращать против часовой стрелки. Все время. Будет семь ходов. Начинаем. Опускаем правый уголок. Поворачиваем против часовой. Поднимаем против часовой. Опускаем против часовой. Поднимаем. Семь движений. Все собрано. В некоторых случаях с первого раза собрать не получится. Тогда мы просто этот алгоритм повторяем. Например, вот та же ситуация. Вниз, поворачиваем, вверх, поворачиваем, вниз, поворачиваем, вверх. Видим, также есть глаза. Да, они как-то изменились, но мы на это внимание не обращаем. Просто повторяем алгоритм. Вниз, поворачиваем, вверх, поворачиваем. Вниз, поворачиваем, вверх. И все собрано. Либо с первого раза, либо со второго. Такая же ситуация на триангл. Видим, два ребра не совпадают с гранью. Здесь два ребра тоже. И здесь два ребра тоже. Немножко сложнее ориентироваться из-за хаотичного расположения центров. Но мы именно проверяем цвет ребер и вот этих уголков. Центры сейчас не важны. Выполняем тот же алгоритм. Опускаем правый уголок, поворачиваем вверх. Поднимаем правый уголок, поворачиваем вверх. Опускаем, поворачиваем, поднимаем. Ребра собрались. Неважно с какой стороны начинать делать этот алгоритм. Ситуация одинаковая с любой грани. Ну и случай, когда с первого раза не получится. Опускаем, поворачиваем, поднимаем, поворачиваем. Опускаем, поворачиваем, поднимаем. Не собралось, просто повторяем. Опускаем, поворачиваем, поднимаем, поворачиваем. Опускаем, поворачиваем, поднимаем. Ребра собрались. Нетрудно догадаться, что существует алгоритм, который позволяет решать подобную ситуацию всегда с одного применения. Да, действительно, алгоритм, который я показал, перемещает вот эти три ребра по часовой стрелке. Вот этот элемент переходит сюда, этот сюда, а этот сюда. Если мы видим, что такая перестановка нам не соберет цвета на всех гранях, то лучше сделать другой алгоритм. Сейчас мы видим, что вот этот элемент, если перейдет сюда, то он станет на свое место. Также можно посмотреть, что вот эти цвета совпадают. Тогда, значит, стандартный алгоритм нам поможет. Все, собралось. В случае, если вот эти цвета не совпадают, и мы видим, что при перестановке вот этого элемента вот сюда пирамидка у нас не соберется, лучше выполнить зеркальный алгоритм. Для этого мы будем опускать и поднимать левый уголок, а верхний слой вращать в другую сторону. Начинаем. Опускаем, поворачиваем, поднимаем, поворачиваем, опускаем, поворачиваем, поднимаем. Это использовать совершенно не обязательно. Если вам удобно два раза повторить первый алгоритм, то можете делать так. У многих это получается даже быстрее, чем делать зеркально, если учитывать время на определение. После сборки этапа классической пирамидки на триангл пираминкса может потребоваться еще переставить центральные элементы. Они могут сами собраться, но это бывает не всегда. Если вы знакомы с пирамидкой 4х4, то здесь решение точно такое же. Причем на виндмилл пираминкс решение аналогичное. Но на триангл пираминкс, в отличие от виндмилл и пирамидки 4х4, может возникать только одна ситуация по перестановке центров. А именно перестановка четырех центров. Так же как и на бит пираминкс. Только на бит пираминкс всегда решалось все одним пиф-пафом. Здесь же придется делать три, так же как на пирамидке 4х4 и на виндмилл пираминкс. Важно положение, из которого начать делать эти три пиф-пафа. Мы должны взять пирамидку таким образом, чтобы передний и нижний центр, поменявшись местами, собрали те грани, на которые они переместятся. Вот этот бежевый переместится вот сюда. Но синюю грань он не соберет, так же как и розовый не соберет зеленую грань. Но если мы возьмем пирамидку каким-то другим образом, к примеру, вот таким, то можем обратить внимание, что вот этот зеленый цвет, если переместиться сюда, он соберет зеленую грань. Так же как и бежевый центр, переместившись сюда, соберет бежевую. Мы должны расположить такие центры перед собой и снизу. На удивление, сзади окажутся два центра, которые тоже поменяются местами и соберут те грани, на которые переместятся. Закрепим. Мы должны взять пирамидку таким образом, чтобы центры, которые нужно поменять местами, находились спереди и снизу. Вот эти два центра, если поменяются местами, то передняя и нижняя грань соберутся. Сзади можно не проверять, это случится автоматически. Из такого положения мы делаем три пиф-пафа. Причем можно делать как три правых пиф-пафа, так и три левых пиф-пафа. Это не важно. Главное делать одинаковые. Если начали делать правые, то и продолжаем делать правые. Триангл пирамидс собран. Пример сборки для закрепления. Находим уголок, у которого нет розового цвета. Располагаем сзади. Поворачиваем три других уголка на себя розовым цветом. Перед нами будет розовая грань. Располагаем ее снизу. Находим ребра с розовым цветом на верхнем слое. Поворачиваем их так, чтобы они совпадали вот этим цветом с уголком нижнего слоя. И устанавливаем их на свое место. На положение центров внимания не обращаем. Следующее розовое ребро имеет бежевую вторую сторону. Цвет не совпадает. Перехватываем. Здесь совпадает. Ставим на место. Смотрим дальше. Здесь вот розово-синяя. Цвета совпадают. Ставим на место. Далее смотрим зеленый с синим не совпадает. Поворачиваем с синим с синим совпадает. Определяем, какой у нас лучший на верхнем слое. Вот это ребро полностью не совпадает. Это совпадает частично. Это совпадает частично. Ребро, которое полностью не совпадает по цветам, располагаем сзади. На передней грани смотрим, что неправильное ребро слева. Значит, начинаем пиф-паф слева. Розовое ребро появилось сверху. Отводим в сторонку. Цвета совпадают. Устанавливаем на место. Ну, у нас здесь центры сами собой собрались. Предположим, что нет. Находим два центра, которые нужно поменять местами. Вот зеленый и бежевый. Если их поменять местами, то вот эти грани соберутся. Располагаем один перед собой, второй снизу. Можно также расположить желтый перед собой, ну, бежевый. А другой снизу ничего не поменяется. Сзади вот эти центры тоже поменяются местами. Делаем три пиф-пафа. Триангл пирамид собран. Этим видео я завершаю цикл обучающего материала по серии главоломок мою Magical Pyramid Puzzle. Для тех, кто что-то не понял на этапе сборки пирамидки, напомню, что по ссылке в описании можно найти подробное обучающее видео именно по классической пирамидке. Перестановка центров делается одним алгоритмом. Это три пиф-пафа. Если вам кажется, что какую-то ситуацию по сборке верхнего слоя я не показал, то, скорее всего, вы не совместили цвет верхнего уголка с нижними. Такое бывает. Это очень распространенная ошибка. Забывает совместить эти цвета и начинает определять случай, который выпал на верхнем слое. Будьте внимательны. Тренируйтесь, и все у вас получится. На этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok